Добрый день, микрофоном Владимир Сметанин. Мой собеседник, поэт Александр Вулых. Александр Ефимович, добрый день. Добрый день. Очень известный поэт, в том числе своим музыкальным творчеством. Ваши стихи воплощение в очень многих известных композициях получили. Мы обо всём будем говорить подробно. Как вам город? Что вас привело сюда? Я не первый раз в Кирове. В прошлом году бывал. Интересный город со своей историей, старинной. Мне кажется, что город ещё не до конца раскрыл свои исторические истоки. Что вы имеете в виду? Я думаю, много интересного в истории города, которое ещё должно будет на поверхность. А вообще есть своя аура. А город ведь он такой, какие люди. Мне большей частью люди встречаются здесь приветливые, гостеприимные. И друзья, которые приглашают известный. Руслан Мамедов, мой друг, товарищ замечательный, ведущий. Тоже автор, поэт, музыкант, певец. Поэтому мне всегда приятно приезжать в Киров на Вятку. У нас, знаете, тут дискуссия уже много-много-много лет идёт. И вот сейчас очередное движение за то, чтобы возвращать историческое название. Ну, вот, знаете, я так думаю, что бывают названия, там, современные названия городов, которые, в общем, не жалко возвращать историческое название. Вятка, конечно, очень красиво, имеет свою историю. Но и город имени Сергея Мироновича Кирова, в общем, тоже как-то жалко его, да, так посылать в историю с ним. То есть однозначной позиции у вас нету всё-таки, да? Нет, не могу сказать, потому что, ну, Вятка, да, это история. И Киров, это история. Не знаю, правда, насколько Вятка связана с жизнью и деятельностью этого партийного и государственного. Ну, известно, что Сергея Мироновича Вятки никогда и не было. Вот, это вот аргумент, это аргумент в пользу, да, в пользу возвращения исторического имени, исторического названия. А в чём наша специфика, вот такой взгляд со стороны ваш, творческий? В чём специфика наших людей, нашей природы, нашей, не знаю, атмосферы, обстановки? Кое-как я вообще люблю приезжать в города провинциальные, ну, провинция, понятно, в хорошем смысле, потому что, живя в Москве, ты не видишь и не чувствуешь пульса российского. Запад замканье. Да, не чувствуешь. Москва – это не Россия. Это совершенно другое... Само в себе. Да, государство само в себе. Специфический мир такой, да. Вот. А здесь люди проницательные, здесь вот так вот присматриваются к тебе долго. Либо ты внушаешь доверие, либо такой вот, нужно найти общий язык. Но у меня это получается сразу, с помощью стихов, с помощью общения, вот, поэтому мне приятно приезжать сюда. Здесь, в нашем городе, муза посещает, посещала что-то такое? Пока ещё не посещала. Честно скажу, ни в прямом, ни в переносном смысле. Вот. Но, знаете, как у мужчин поэтам бывает, что чаще всего стихи пишутся не в момент переживания, а как раз спустя какое-то время. А вот у женщин наоборот. Они вот, женщин, девушек, девочек, да, которые вот стараются сразу выклеснуть то, что у них на душе. Ну, у них природа такая. И они сразу берут и пишут, пишут прямо вот в сам момент переживания. А с кем-то дружите, кстати, из известных современных российских поэтесс? С поэтесс? Я могу сказать, что очень талантливая поэтесса Анна Ревякина, она из Донецка. Наверное, это самое яркое явление в современной поэзии. Вот. И поэзия, взошедшая на такой вот, ну, на трагедии, скажем так, трагедии города, народа. Вот. Это очень талантливая поэтесса. И я рекомендую обратить внимание на ее творчество, на ее стихи, поэма «Шахтерская дочь», которая стала очень известной, получила премию за эту поэму. Вот. А, ну, современные, вот, те модные поэтессы, которых, ну, их много в интернете и... Ну, главное, да, проявить любопытство, если хочется... Ну, вот настоящая... Да, настоящая поэзия как раз вот Анни Ревякина я бы рекомендовал. Угу. Есть такая, да, крылатая фраза «поэт в России больше, чем поэт». А кто вам современный российский поэт сейчас, на ваш взгляд? Ну, сейчас вот, если так ретроспективу, взгляд ретроспективный бросить на историю, то, ну, поймем, что поэзия переживала разные такие неровные кардиограмму. Скажем, если в 60-е годы это был такой нереальный всплеск интереса, да, внимания к поэтическому слову, и это слово вышло на сцену дворцов спорта, стадионы даже собирал, там, политехнический музей, такие наши выдающиеся поэты, как Лев Тушенко, Воснесенский, Рождественский и так далее, так далее. Вот, то потом, в 70-е, 80-е годы поэзия не просто ушла в подполе, она заняла свое место, а место поэзии, как и классической музыки, как любого такого искусства, язык для посвященных. Для посвященных. Язык для посвященных. Для избранных. Да, те, кто понимает, те, кто любит и знает, что такое, что такое стихи, как поэзия воздействует на струны души, так же, как и серьезная музыка, так же, как и искусство танца или искусство художника. Вот, сейчас у нас остро-социальное время, такое время обостренного внимания к политической ситуации и у нас в стране, и вокруг, то, что происходит. Поэтому и поэзия должна быть, то есть не то, что должна быть, она должна быть поэзией прежде всего, но когда она имеет социальную окраску, когда она имеет такую вот актуальную направленность, она вызывает интерес у читателей. Не только, да, и не только там у любителей поэзии, если это ясный, понятный, легкий язык, который, да еще, если это, как бы, да, заправлено юмором и иронией, потому что жизнь у нас такая, что для веселых поводов смеяться, веселиться, улыбаться у нас не так много в нашей жизни, и то, что внутри страны, и то, что происходит вокруг нас. Но здесь все дело в том, под каким углом смотреть на эти события. Ведь любая ситуация, даже, может быть, самая серьезная, можно найти курьезные моменты, которые нас заставят улыбнуться. А когда человек улыбается, говорят, это и жизнь прибавляется, и совершенно по-другому воспринимается. Смех добавляет в жизнь. И говорят еще, что заплакать, заставить, гораздо проще, чем заставить рассмеяться. Потому что не обращайте такое внимание, что когда идут какие-то комедийные передачи, то подложенный смех, который звучит, так неестественно, как бы показывает, в каком месте надо смеяться. А когда идет какой-нибудь там, ну, я не знаю, драма или там фильм, где со слезой, ну, не плачут, не показывают, где нужно плакать. Звукорежиссер там ничего не смотрит. Да, 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 с хлипы. А вот этот вот искусственный смех, который меня очень раздражает, потому что, ну, считают, что если это не смешно, то надо усмешнить, значит, вот такими моментами. И уже неестественно, уже как-то нечестно. Ну, да, потому что смех нельзя вызвать искусственно, если это не щекотка. На злобу дня часто пишете? На злобу дня, да. В последнее время, ну, во-первых, я один из первых стал писать на злобу дня. Это был конец 90-й, 99-й, 2000-й год. На одной популярной радиостанции мне предложили вести рубрику «Стих дня» от Александра Блуха. Я знаю, русское радио. Да, ну, не всегда, да, не всегда говорят, что там другую радиостанцию. Нет, нет, я спокойно. Вот, вот на русском радио, это было два года подряд, я в ежедневном режиме ввел эту рубрику «Стих дня». Потом уже там другие поэты, по примеру русского радио, стали на себя вводить подобную рубрику. Тоже делали то, что я начинал. Плюсы, конечно, в том, что какие-то короткие стихотворения становились крылатыми, да, обретали крылья и уходили в народ. Ну, напомните, пожалуйста. Ну, например, известная фраза «Хулио приехал-то Иглесия со своими сольными концертами?» Вот, именно с русского радио, из той вот программы и ушла в народ. Вот, такое лирическое стихотворение было. Но минус был в том, что невозможно каждый день выдавать что-то гениальное, то, что становится крылатым. Ну да, радио в каком-то смысле, это конвейер, конечно. Нельзя. Ты встаешь и просыпаешься утром, садишься и понимаешь, что, ну, нет ничего сегодня. Да, значит, надо что-то придумывать. Это должно быть актуальной новостью. Поэтому ты смотрел на календари. Какой праздник, какие там святки, какие еще события. Чтобы как актуализировать. Да, и отживить это дело, придать этому тоже улыбку. Ведь задача была в том, что с этого стихотворения человек, улыбаясь, встречает новый день. Потому что каждый новый день – это нам подарок от жизни. От Всевышнего. Александр Вулых, поэт. Наш разговор мы продолжим, наверное, спустя небольшую паузу. Очень скоро вернемся. Продолжается наша беседа с поэтом Александром Вулых у нас в гостях в нашей студии. Вот сейчас прозвучали фрагменты нескольких композиций. Композиции как раз-таки на стихе Александра Ефимовича. Я сейчас перечислю. «Белый пепел» Александра Маршала, «Лодочка плыви», Николай Трубач и Игорь Саруханов. Там еще одна была композиция Саруханова. «Придуманная любовь», да. И исполнитель Данка с композицией «Она». Вот такие все хиты. Как вы в это пришли именно для того, чтобы писать для исполнителей? И, кстати, в списке исполнителей, с которыми вы сотрудничаете, огромное количество просто наших звезд. Жасмин, Ани Лорак, Николай Носков, Ирина Аллегрова, Диана Гурцкая, Михаил Шафутенский, Борис Моисеев и так далее. Сейчас продолжает их, кстати, работать писать? Да, не так часто. Ну, вот с «Лолитой» у нас вышла композиция «Ты, мое море», которая завоевала сердца слушателей. За нее я был номинирован, стал лауреатом поэт года национальной музыкальной премии в прошлом году. С Алексеем Глызиным, это мой друг, близкие тоже какие-то появляются красивые композиции. Продолжается сотрудничество, да? Да, да. Я уже сейчас не так активно в шоу-бизнесе. Для этого есть причина, просто, ну, я не хочу. У меня там другие сейчас... Приоритеты? Да, приоритеты, интересы. Вот, уже все, что мог, написал, может быть, что-то вот торкнет и вот, удастся. А вот эти известные песни, да, они писались вот специально вот в тот момент или это что-то из прошлого, из загашников, что-то, ну, знаю? Начиналось это в середине девяностых, в начале середины девяностых. Я работал журналистом в московской газете и тогда создалась команда, футбольная команда звезд эстрады. Да, я помню, 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 да. Название Старко. Я не помню, в Киров они приезжали или нет, должны были... Тут затрудняешься, но само явление это помню так хорошо, да. Да, где все наши популярные артисты играли в футбол, приезжали вот в разные города. И у нас, кстати, и в Италии, и в Германии тоже. Вот в Италии особенно интересно, там, спеццами итальянского футбола. Вот, и играли с правительством и известными людьми этого города в футбол. А после этого концерт. Я был пресс-атташе этой команды, как журналист. Естественно, по роду деятельности, занятий, мне приходилось общаться с артистами. И таким образом ночево, я думаю, ну, вот просили, там, напиши песню, напиши Крис Кельни. Подождите, они как знали, что у вас есть такой талант, такая возможность материал создавать? Да, все это проходило в непринужденной обстановке, естественно, там, с какими-то банкетами, выпиваниями. Когда выпивали, я начинал читать разные веселые истории, стихи. Им это нравилось. Да, поэтому, как бы, слава обо мне сразу, вот, она обошла. Вот этот, вот, значит, контингент наш, и с артистами мы дружили тоже со многими. Я начал писать церкви песни. А первый опыт был? С кем самый первый опыт? Ну, Крис Кельни. Крис Кельни. Да. Вот, еще до этого была такая певица Ника, которая ко мне обратилась в 91-й год. Вот, как раз это был 19-е или 21-е августа, вот, когда весь этот, вся Москва, значит, пуч, переворот, так далее, так далее, в редакции жгли бумаги, документы. Ну, в общем, такое все, как, не понимали, что происходило. Смутное время. Да, а я сидел, она меня попросила написать какой-то попсовый текст, попсовые песенки, вот. И я сидел, совершенно ни о чем не думая, и беззаботно писал какую-то такую безделушку, вот, очень веселую. Ника «Карие глаза». Один из самых известных хитов, да? Ну, вот, было, да, было дело. У меня, правда, другая была композиция. Ну, вот, я помню, как вокруг меня, значит, суета, все бегали, что-то уничтожали, эти бумаги из архивов, думали, ну, кто, что будет. Вот так вот пришлось пережить несколько, да, и мы уже в другой стране жили. А все уже, с СССР уже, да. Да, всегда будет то, где мы родились, выросли, потом раз, и все оказалось. Вот, и вот эта вот песенка, как бы совершенно ни к чему не обязывающая, да, эта певица, она была таким вот моим ответом на то, что происходило. А как называлась-то? По-моему, название такое дурацкое «Разлука-злюка». «Разлука-злюка»? Что-то… Да, что-то такая… Надо вспоминать. Псовая. То есть она стала таким хитом, да, вот эту шляпь? Ну, она не то чтобы хитом, но песенка, в принципе, она ее пела, звучала. Ну, 91-й год, когда стал зарождаться только российский шоу-бизнес. Вот, уже советская эстрада закончилась, и стали появляться такие вот… И все, да, то есть с той поры потихоньку, помаленьку вы уже получили такую известность. Потихонечку, да. Пишущий. Вот, а уже к концу 90-х у меня появились и такие хиты, как «Лодочка с руками», уже серьезность, такие песни, которые вошли, навсегда вошли в репертуар исполнителей. Например, «Саша Маршалл», «Белый пепел», «Отпусти на небеса любовь» и «Кого мы называли». А эти композиции, они все-таки прям по непосредственному заказу создавались? Нет. Нет? Я писал, вот удивительно, у меня было желание тогда писать, просто писать стихи без музыки. Без музыки, то есть вы даже не предполагали, что на музыку будет положено, да? Вы писали это как стих. Я писал это как текст песни, но мелодии, музыки у меня не было. Я знал, что это будет песня, но без музыки. Вообще, очень сложно, когда музыка в голове не звучит, ты же задаешь некий размер, а композитор должен в этот размер еще соединить его с музыкой. Ну, мне кажется, проще гораздо писать по текстовке, когда уже готова и музыка, и ты понимаешь, о чем, понимаешь, для кого, а здесь ты как бы сшил костюмчик, а не знаешь, на кого он придется. К кому он подойдет? Да. От кутюра или проте-порте, да? Что ты сделал и для кого это? С сотрудничеством с каким артистом, как-то, не знаю, особенно, может быть, гордитесь, подружились, личные связи завели, вам очень приятно, что исполняет этот артист именно вашу песню? У меня было несколько вот таких знаковых моментов в песенном сочинительстве, которые можно назвать любопытными. Ну, во-первых, я бы хотел упомянуть нашего выдающегося вокалиста Николая Носкова, с которым удалось сделать песню в 2010 году. Она стала победителем, обладателем гран-при всероссийского конкурса «Весна победы», телевизионного конкурса, единственного, по-моему, эфир, которого транслировался в прямом эфире. И онлайн-голосование. Это была песня, избиралась лучшая песня о войне современной, за которую голосовали сами телезрители в прямом эфире. Это Первый канал покажут. Это Первый канал, 2010 год, это был эфир 2 мая. И вот Коля Носков пел эту песню «Пропавшим без вести». Музыку написал Владимир Леонидович Кубышко. И мы тогда, ну, практически антиногласно победили в нашем детстве. И стал обладателем гран-при. К сожалению, с Николаем Носковым это оказалось единственной работой. Николай сейчас болен. Дай Бог, конечно, все мы хотим, чтобы он поправился. Ну, тут уже все зависит от того, как судьба. Потому что, действительно, это, на мой взгляд, самый талантливый современный певец. Николай Носков. Достаточно лет-то уже немало, конечно, я представляю. Он родом, по-моему, из Череповца был. Да, да, да. Вот. А еще интересная сложилась судьба моей песни. Это стихотворение. Называлось стихотворение «Баллада о случайной любви». Она была опубликована в каком-то сборнике. Этот сборник попал на глаза израильскому певцу, композитору, исполнителю, очень популярному в Израиле. Он почти там номер один, как автор-исполнитель. Аркадий Духин. Аркадий Духин. И вот у него, его зацепило это стихотворение. И он сделал на эту балладу, сделал песни. Хотя, я был очень удивлен, потому что, ну, я считал, что на такую балладу ее петь невозможно. Это баллада, рассказ такой вообще непонятный. То есть невозможно на музыку ее положить? Ну, невозможно, да. То ли такие, я люблю очень, когда удаются произведения, где непонятно. То ли плакать, то ли смеяться. Вот. И он сделал такую интересную композицию «Случайная любовь». Здесь сняли клип за, там, я не знаю, очень дешево. Здесь, в смысле, в России? В России, да. И этот клип просто взорвал социальные сети. Просто взорвал. Набрал миллион просмотров. Вот. Но с тех пор так наше сотрудничество не продолжилось. Его пригласили, приглашали в Москву такой концерт «Чартова дюжина» в Олимпийском. Чуть ли там не первое место эту песню занимало. Но, как только узнали о его приглашении, тут же, там, менеджеры, директора, администраторы, значит, решили, что это вот тот самый случай им нажиться на этом деле. Вот. Ну, и, короче говоря, никуда он не поехал. Вот. Но песня, песня существует. Если, да. Если полюбопустовать, ее можно найти, собственно. Да, да, ее можно найти и в интернете, и можно... На радио она тоже звучала, правда, не часто, но вот композиция, которая совершенно выбивалась из общего потока. Вот. И третью песню, которую, вот, ну, совсем недавняя история, ее очень полюбили. Это Лолита мне позвонила, сказала, что есть у меня одна музыка, написали там два молодых парня с Украины, но текста нет, потому что там, ну, не текст, а рыба. Если ты напишешь текст, я ее буду петь, стихи. Ну, и, в общем, стала такой любимой, любимой песней у многих поклонников Лолиты. Напомните еще раз название? «Ты моё море». «Ты моё море», да. «Да, я слышал, да». «Да, тоже можно отметить». Бывает ли обидно поэту, что вся слава, все лауры достаются именно исполнителю, да, и многие не интересуются, кто автор музыки, кто автор слов, вот, артист и все. Бывает обидно. Бывает, бывает. Я, правда, к этому уже отношусь философски, понимая, что автор, автор текста, как бы, да, это, им интересуется только в том случае, если как-то песня очень цепляет, или если это в песне какой-то чудовищная белиберда, текст, кто же это написал. Хочется узнать, да. Узнать, да. Ну, вот, чаще второе, чаще второе, потому что, да. А так, конечно, когда узнают, там уже много лет, как, так это ты автор, вот, и это ты написал, кстати. Самую первую песню для группы Тату, вот, в 99-м году, когда ко мне пришел продюсер, там, Ваня Шаповалов с композитором, и говорит, нужна песня для двух девочек из группы Непоседа, из детской. Что, зачем, там, группа Непоседа. Для Юлия и Кати. Да, ну, даже неважно, их никто не знал, там, вот, вот, первая песня нужна, вот, такая, чтобы, там, и любовь первая девичья была, подростковая, и тема суицида. Я думаю, ну, как, что ж такое в голову пришло продюсеру? Ну, вот, мучился, мучился, а потом все-таки сделали вот эту песню. Но Тату, ведь, проект-то такой был неоднозначный, да? Неоднозначный. Неоднозначный. В целом-то, как, впечатление сотрудничества? Я больше, больше, я вот, я написал первую песню «Скажи зачем», и больше я не сотрудничал, прошло много лет, потом, вот, ко мне вернулись уже много лет спустя, там, Лена Катина, которая планировала сольную карьеру записать. Я сделал несколько русских, русскоязычных текстов, как бы, это ковера, такие, были английские песни, но этот проект не пошел. Я, у меня даже появилось выражение, это вся работа «Тату под хвост». Тату под хвост. Значит, небольшая реклама должна быть, после которой я, Александр Ефимович, вас все-таки прошу, да, что, ребят, прочитать? Хорошо, с удовольствием. То, что вам на душу ляжет, что называется, давайте прервемся. Продолжаем наше общение. Поэт Александр Вулых сегодня в нашей студии. Я думаю, что интересный у нас разговор. Складывается, пожалуйста, мы хотим услышать ваше творчество. Ну, в последнее время я пишу уж, поскольку привык, и это моя такая фирменная фишка, это актуальные события в преломлении поэтического, поэтическому слогу. Ну, вот я бы хотел прочитать такое, может быть, кто-то заметил об этом событии, но оно и курьезное, и не такое уж трагическое, поэтому и послужило поводом для написания стихотворений. Почта России совместно с такой фирмой «Рудрон Экспедитор» создало проект почтальона-беспилотника. На смену почтальону Печкину пришел дрон-беспилотник, который должен доставлять в отдаленные районы всевозможную корреспонденцию, посылки. Ну, создается же искусственный интеллект, вот, и создали этот беспилотник, наделили его искусственным интеллектом, но этот интеллект, видимо, настолько вот опередил время, и дрон, он тут же просчитал вообще свою судьбу незавидную. И он должен был из Улан-Удэ за 35 километров лететь, отвезти там Бурятам какую-то посылку в Тарбогатайский район. Прикинул, как он туда долетит, как его там встретят, понял, что ничего хорошего его не ждет, и он решил просто покончить с собой, то есть убиться об стену. Он взлетел, все это было на глазах у губернатора и, значит, генерального директора этой Почты России. Вот, они посмотрели в небо, как он покружился, и потом резко пошел вниз, просто об стену убился. И все, механизма больше нет? Нет, восстановление не подлежит, посылку, правда, спасли. Что было в посылке, неизвестно. Остается только догадываться. Но, еще такой момент интересный, что Почта России тут же открестилась от этого самоубийца. Абсолютно никакого отношения, просто вот мимо проходили, и поэтому... Я обнаружил прощальную записку беспилотника Почты России. Внимание! Ее, да, расшифровал. Звучит она так. Прежде чем разразить меня гром, я скажу, как продукт человека. Я курьер. Я летающий дрон. Новый тренд 21 века. Мне к орбитам далеких планет возноситься хотелось красиво. Только я уродился на свет беспилотником Почты России. Я узнал без особых проблем, что папашей моим это точно был Рудрон-экспедитор 3М. А мамашей, та самая Почта, говорят, что про маму нельзя выражаться не очень красиво. Но кургузенькой жизни стезя не оставила альтернативы. Потому что я чую спиной, что в семье непрекаянной нашей, если что-то случится со мной, от меня отречется мамаша. И вообще, в мельтешении дней, увлеченной своей мечтою, я не слышал, чтоб кто-то о ней пару фраз произнес с теплотою. Ну да что там о ней говорить, не о самой достойной женщине. Я решил, мне осталось прожить пять минут, ну а может и меньше. Я уже подготовлен к беде. На меня все глядят, как на пони. Я вообще из Улана Уде вам пишу, если кто-то не понял. Тут, походу, гулянка вразнос. Губернатор в толпе появился. Кто-то речь надо мной произнес, словно за упокой помолился. Журавли улетают в Китай. Я не знаю зачем, может, в ссылку. Ну а я должен в Тарбогатай, трем бурятам доставить посылку. Я боюсь. Я, конечно, боюсь всем нутром своим страхом объятым, что обратно домой не вернусь, когда ставлю посылку бурятам. Лишь откроют бутылку они. Лишь разложат манты на тарелке. И рассыплются тут же мои гироскопы, барометры, стрелки. А еще через час, наконец, потеряв половину комплекта, я почувствую полный конец для искусственного интеллекта. И теперь уж кружи, не кружи. Не взлетишь, как бы ты ни старался. А ведь я не для этого жил. Не для этого дела рождался. Я ведь видел во сне Сенегал. Я во лжи уносился к берберкам. Я о звездах далеких мечтал, на Рублевку летя к Рутенбергам. А теперь я смертельно боюсь, что навеки обманут судьбою. Я, наверное, об стену убьюсь, как взлечу и покончу с собою. Я решил. Я все сделаю сам. Совершить шаг последний я в силе. Запускайте же дрон в небеса. Позабудь меня, Почта России. Занавес. Александр Вулых. Такое произведение прозвучало. Магновенно родилось. На много времени пришлось потратить. Главное, я понимал, что это будет монолог беспилотника. Такой ход интересный. А дальше уже это дело техники. Просто понимать, вжиться в образ беспилотника, представить себе безрадостную картину, его короткой и не очень яркой жизни. Кстати, для меня интересный момент. От руки все это записывается? Или все-таки гаджет? Ну, теперь уже я, честно скажу, что я долгое время не мог перестроиться. Я вот пока не почувствую лист бумаги, пока вот рукой не буду ощущать, как я пишу, да, от руки. А потом я уже привык, включаю компьютер и стираю то, что пишу, уже так, как мне удобно. Ну, да, в электронном виде все-таки текст он доступен в любой точке, да, вера? Ты можешь зайти куда-то, посмотреть. Конечно, сохранить. А раньше вот это вот перечеркнутое, зачеркнутое, скомканное, выброшенное черновики. Как вы относитесь к тому, что все больше, на мой взгляд, и все чаще люди культуры, искусства посылают некие упреки, упреки действующей власти. Вы не так делаете. Нельзя так с культурой обращаться. Вы понимаете, о чем я говорю. Да, конечно. Много у нас в последнее время каких-то поводов для возмущения, для размышлений. Вас беспокоит то, что происходит? Конечно. В культурной среде. У нас пять минут остается. Конечно, беспокоит. То, что происходит сейчас и в частности в жанре сочинения песен это не поддается никакому объяснению логическому. Кроме как беспределом это назвать я не могу. Безусловно, каждый... Многое очень зависит от родителей. Как они воспитывают. Какие ребенок с детства, подросток, в детстве читал книги. Это очень важно. Важно воспитание. Важно, но также воспитание важно и в школе. Какие учителя. Чему научат. На каких, опять же, книгах, на каких произведениях литература воспитываются поколения подрастающие. А то, что сейчас происходит, ну, это нам нужно как-нибудь... Я приеду в следующий раз. Мы поговорим. Это целая передача. Нам хватит, чтобы обсудить то бедственное состояние, в которое мы в настоящий момент пребываем. Все мы. Все мы. Я знаю, что, в частности, в Кирове есть несколько театров. Это очень здорово. Три профессиональных театра. Театр Кукол, Театр Юного Зрителя и Драматический театр. Да, Драматический театр. А что культурная жизнь города может быть наполнена интересными событиями. Это здорово. Ну, кстати, вы, не знаю, рассказывали вам Руслан Мамедов, с которым мы сюда пришли. Но у нас в последнее время некий все-таки запрос есть на поэтическое творчество. И есть места, заведения конкретные, куда приходят люди. Одни слушают, другие читают стихи. Вот это есть. Это здорово. Это здорово. Потому что такое... Ну, я замечаю, Это микрофон такой есть даже. Может, любой желающий выйти. Что-то интересы к живому слову. Вот, когда он просыпается, когда он есть и в столице, и в других городах. Живое слово. Когда ты, понимаешь, непосредственно тебе не нужна там фонограмма или артист, стоящий на сцене, открывающий под фонограмму рот. феномен какой-нибудь Ольги Бузовой. Но это вот говорит о том, о чем мы только что с вами беседовали. Когда зомбирование происходит такого вот суррогата. Дается суррогат. Такой эстрадный боярышник. Который вызывает быстрое опьянение и отравление. На долгие, на долгие годы. Ничего не хочется уже. Ну, я убежден, если человеку нравится читать, слушать, смотреть что-то более лучшее, чем нам дают официальные СМИ, он может это найти. Эти возможности есть. Сколько угодно. Книги, русская классика, русская поэзия, русскоязычная поэзия, все это в доступности, особенно сейчас, когда есть интернет, когда есть социальные сети. Все это при желании можно. Главное, чтобы рядом был человек, который подсказал. Подскажет, направит. И был интерес к настоящему, а не к суррогату. Спасибо большое. Истекает время, к сожалению, нашей беседы поэт Александра Вулых. Ну что, я желаю вам еще получить приятные впечатления от нашего города. Где-то побывать. Спасибо. А в заключение я бы хотел коротенькое, просто такое вот напутствие стихотворное. Давайте. Сегодня у нас погода замечательная, но так далеко не всегда бывает. Чаще у нас так за окном бывает пасмурно, холодно. Так вот, если осень в окне, если в городе лужи, если чувствуешь смуту с тревогой в груди, если плохо в стране, так что некуда хуже, это значит все лучшее ждет впереди. Не надо печалиться, вся жизнь в своей идее. Спасибо большое, Александр Вулых. До свидания. С вами был Игорь Негода.